Когда больше тысячи дней назад бункерный дед решил провести трехдневную спецоперацию, вряд ли он думал, что по Кремлю прилетит беспилотник. Когда Скобеева бравурно зачитывала приказ министра Шойго о нападении на Киев, вряд ли она предполагала, что Курская область частично выйдет из состава Российской Федерации. Приказ министра обороны Шойго распорядок дня псковских десантников. 6 утра подъем, 7 утренний туалет, 8 завтрак, 9 нападения на Украину, 12 обед, 13 взятия Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. Когда генерал-боярышник Гурулев заявил в программе Соловьева, что дальнобойные ракеты могут прилететь прямо по направлению его перегара, вряд ли он надеялся, что это может стать реальностью в любой момент. Это первый удар будет сюда, вот сюда, в том числе вот сюда. Но война имеет тенденцию возвращаться туда, откуда вышло. Украина получила разрешение на удары ракетами вглубь России. И теперь процесс ее возвращения явно ускорится. Давайте откроем матрешку и выясним, какие объекты РФ находятся в зоне поражения. Ну так, для интереса, для справки. Да, Украина очень хорошо знакома с российскими калибрами, кинжалами, искандерами, ониксами, балами, Х-101, Х-22 и другими ракетами. Но пришло время России познакомиться не только с украинскими дронами и Нептунами. Итак, встречайте модели ракет Атакмс. Ночью Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Ракета МГМ-140А Атакмс Блок-1. В ней содержится кассетная боевая часть М-39, снаряженная суббоеприпасами М-74, предназначенными для поражения живой силы. Каждая из них имеет дальность стрельбы до 165 километров. МГМ-140Б Атакмс Блок-1А. Ее называют модернизированной версией, ведь в нее входит приемник спутниковой системы навигации. То есть она не только очень быстрая, но еще и очень точная. Кассетная боевая часть имеет до 300 боевых элементов М-74. Ее дальность 300 километров. МГМ-140С имеет кассетную боевую часть с 13-ю боевыми элементами БАТ. Стреляет до 140 километров и рассчитана на поражение бронетехники. Это в известной степени успех. МГМ-140И Атакмс Блок-1А Юнитари. Стреляет до 270 километров. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом 227 килограммов, предназначена для уничтожения живой силы и укреплений. Тенденция нарастает, она не меняется. На территории РФ, попадающей в радиус поражения, находятся не менее 245 военных объектов России. Среди них 16 аэродромов российской военной авиации, а также места базирования российских частей, штабы, командные пункты, военные заводы и склады горючего. У нас все карты в руках. 4 миллионам 700 тысячам россиян, которые живут в зоне потенциального поражения, лучше держаться от этих объектов подальше. Можете спросить жителей Торопца, они в курсе. Смотри, 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 иди отсюда. Офигеть, я сейчас... Немного о конкретике. В целом, зона поражения охватывает части Смоленской, Калужской, Брянской, Тульской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края. Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. На этой территории расположены полки, батальоны, бригады, разведцентры ГРУ и другие подразделения, а также военные академии и полигоны, склады и ремонтно-технические базы, комбинаты и концерны российского оборонно-промышленного комплекса и аэродромы, с которых взлетают военные преступники, бомбящие кабами мирные украинские города. Полный беспредел. Аэродром «Шайковка» расположен в Калужской области в 220 километрах от границы с Украиной. Разрезая воздух, оставляя пламенный след, Ту-22М3 оттачивает свои движения перед Парадом Победы. Там базируется 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк РФ. На вооружении этого полка стоят бомбардировщики Ту-22М3. Именно эти самолеты выпускают ракеты Х-22. Такой ракетой был атакован ТРЦ в Кременчуге на Полтавщине в июне 22-го года. В момент атаки в торговом центре находилось более 100 человек. Аэродром «Сеща» приблизительно 160 километров от границы с Украиной. Объект расположен в Брянской области РФ, вблизи одноименного поселка. До начала полномасштабного вторжения в Украину этот аэродром использовался для транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124-100 «Руслан». Однако примерно в январе 22-го года на аэродроме начали появляться истребители-бомбардировщики Су-34, которые в дальнейшем участвовали в бомбардировке Чернигово. Российская авиация систематически бомбила Чернигов, преимущественно жилые кварталы. По меньшей мере погибло 37 человек. А еще армия РФ использует этот аэродром для запуска БПЛА «Шахет» одностороннего действия в сторону Киева. Справедливо будет ответить ракетами. Тоже одностороннего действия. Назовем это «Алаверды». Как «Арайса» как ты назовешь? С*****, 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 с*****. С*****. Суть-то это не меняет. Аэродром «Балтимар» расположен в Воронеже, в 180 километрах от украинской границы. В взлетно-посадочной полосе Воронежского аэродрома, длина которой почти 4000 метров, по итогам экспертизы присвоен высший класс, который позволяет использовать ее для посадки любых типов самолетов Минобороны России. На объекте базируются истребители-бомбардировщики Су-34. Он используется в ИКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года. По прихоти одного бункерного деда. Делаю чего? То, что хочу. В августе, когда россияне заметили горячую дипломатию по Атакамс, то приняли редкое для себя решение на опережение. Они вывели из аэропорта и других приграничных районов самолеты Су-34. Но инфраструктура все равно осталась. Да. Ура, товарищи! Ура! Расположенный в Ростовской области аэродром Морозовск находится в 290 километрах от границы с Украиной. Это база для десятков истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-27 559-го гвардейского бомбардировочного полка. Именно с этих боевых самолетов армия РФ сбрасывает кабы на позиции ВСУ и прифронтовые украинские города. Морозовский дислоцировался 559-й бомбардировочный авиаполк. Полгода назад Путин ему присвоил почетное звание гвардейский. О том, как цепляли георгиевскую ленту к знамени полка, на местном телеканале был даже отдельный сюжет. Цель не новая, более чем знакомая для украинских беспилотников. В ночь на 17 декабря 2023 года по аэродрому был нанесен первый удар, а в ночь на 5 апреля 2024-го второй, тогда заявляли об уничтожении по меньшей мере шести самолетов и повреждении еще восьми самолетов, а также ранении или ликвидации 20 российских солдат. И оказалось, что всерьез досталось военному аэродрому в Морозовске, Ростовской области. 14 июня 2024 года аэропорт был атакован семьюдесятью дронами, а в ночь на 3 августа 2024-го был уничтожен штурмовик Су-25. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в небе над регионом ночью было уничтожено 47 БПЛА. Чиновник утверждал, что в результате падения обломков горит трава. Так что теперь даже интересно будет посмотреть, что эффективнее, украинские дроны или американские ракеты. Даже если, не дай бог, где-то пропустим удар, будет минимизировано освещение этого, чтобы не поднимать панику. Аэродром Ейск находится в 185 километрах от Украины. Там расположен аэродром совместного базирования ВМФ, ВВС и Федерального агентства воздушного транспорта России, Росавиация. А еще объект используется в частности для запуска иранских шахедов по территории Украины. Я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы. Аэродром Приморско-Ахтарск расположен в Краснодарском крае в 290 километрах от Украины. Кроме того, что там находятся штурмовики Су-25, Су-25 Кубе и Су-25 СМ-3, аэропорт также используется для атак иранских беспилотников по Украине. Хочу убить. Я хочу убить. Пошел убил. Ночью 5 июля в Приморско-Ахтарске вспыхнула электроподстанция. Местные власти тогда заявили об атаке беспилотников на инфраструктурный и гражданский объект. Ну, эти знаменитые гражданские и инфраструктурные объекты находились на территории военного объекта. Да? А кто ж? Конечно. Конечно. Арсеналы. Это звучит громко. Ну, вот это вообще нормально было. Мне даже понравилось. Даже в ушах зазвенело. 67-й арсенал Грау расположен под городом Карачев в Брянской области. Всего в 114 километрах от границы с Украиной. Туда уже прилетало. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что БПЛА якобы были уничтожены силами ПВО. На видео, опубликованном очевидцами в сети, видно пожар и детонацию на складе боеприпасов. Если в предыдущие разы беспилотниками были уничтожены боеприпасы, хранящиеся под открытым небом, то в этот раз летающей демократией поражены хранилища. Там были артиллерийские боеприпасы, включая корейские, к их системам, управляемые авиабомбы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Ключевое слово – были. Опасность. По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещение без окон. Кстати, что мы все об американских ракетах? Есть же еще британцы. Storm Shadow – крылатая ракета большой дальности 250-560 километров, в зависимости от модификации. Она способна нести боеприпас весом около 450 килограммов. Ее скорость – 1000 километров в час. Высота полета – 40 метров. Просто великолепная! Штаб Черноморского флота в Севастополе уже оценил. А в 530 километрах от границы с Украиной, немного к востоку от Москвы, под городом Киржач во Владимирской области, располагается 51-й арсенал Грау. Этот склад имеет площадь около 3,5 квадратных километров. Интересно, а будет ли слышен прилет в Кремле? Как думаете? Я думаю, что в моем случае там практически 50 на 50. Россия регулярно обстреливает Украину ракетами, ежедневно этим железом принося смерть в дома гражданских людей. Это Ярослав Базилевич из Львова. 4 сентября он потерял всю свою семью – жену Евгению и трех дочерей – Ирину, Дарью и Эмилию. На все эти военные преступления украинцы тысячу дней слышали только глубокую обеспокоенность со стороны ООН. Теперь ваша очередь. Офис генсека ООН Гутерриша призвал к защите гражданского населения РФ после разрешения Украине бить вглубь территории России. Ответать русского каравая с татарским чак-чаком, пожать руку Путину и обняться с белорусским диктатором. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провел два насыщенных дня на саммите БРИКС в Казани. Это смешно и грустно, но даже продажный Гутерриш прекрасно осознает, что в России гражданское население. Потому что если бы было гражданское общество, то кровавого деда уже давно бы снесли своими же Искандерами и Калибрами. Но, похоже, сделать это придется опять летающей западной демократией. Редактор субтитров А.Семкин